Здоровое питание – основа снижения веса, его сохранения и улучшения здоровья. Каждый прием пищи должен выглядеть как тарелка здорового питания, о которой я вам сегодня расскажу. Тарелка здорового питания или правила тарелки позволяет грамотно и легко контролировать количество съеденной пищи без подсчета калорий. Практически все рекомендации по похудению включают в себя схематическую тарелку. Это несложное руководство к употреблению пищи, основанное на знаниях науки о правильном, здоровом и сбалансированном питании. Правило тарелки идеально подойдет для тех, кто не любит считать калории или у кого на это просто нет времени. Она подойдет для тех, кто не любит взвешивать продукты или вести дневник питания. Гарвардская тарелка поможет привести организм в лучший вид без мучений и различных сложных методик. Тарелка здорового питания также позволяет соблюдать правильное количество не только употребляемых калорий, но и соотношение белков, жиров и углеводов. Конечно, это не идеальный способ подсчета, однако именно он позволяет максимально правильно употреблять пищу. Плюс поможет сэкономить огромное количество времени, а возможно даже и нервы. А еще вы узнаете, что съесть, чтобы похудеть. Метод одной тарелки был разработан американскими диетологами, которые сочли, что главными причинами набора лишних килограммов является переедание из-за больших порций еды и неправильное соотношение белковых и углеводистых продуктов. Правила диеты ограничивают объем блюд. В основные приемы пищи первой закусочной тарелки диаметром не более 20-24 см при условии правильного соотношения белковых продуктов, гарнира и овощей такой объем полностью удовлетворяет потребность организма в калориях и необходимых нутриентах. Для обеспечения правильного соотношения различных компонентов тарелка условно делится на несколько частей, которые заполняются источниками протеинов, сложных углеводов и витаминов. Норма жиров восполняется за счет растительного масла, который добавляется к овощам или углеводистым продуктам, кашам, бобам и прочее. И небольшого содержания животных липидов в нежирном мясе и морепродуктах. Диета одной тарелки позволяет сократить калорийность рациона без ограничений в питании и стрессе, наладить пищеварение, сформировать новые пищевые привычки и уменьшить объем желудка. Простота метода снижает вероятность срыва и переедания. Плюсы. Сбалансированный рацион с использованием доступных и привычных продуктов. Возможность готовить блюда по предпочтениям. Благоприятно сказывается на здоровье ввиду отказа от жареных и жирных блюд. Отсутствие противопоказаний. Постепенное снижение веса. Формируют правильные пищевые привычки. Минусы. Отсутствие строгих ограничений некоторые неправильно трактуют, поэтому не достигают результатов. К разрешенным продуктам на диете относятся. Нежирное мясо. Крочатина, курятина, индюшатина, говядина и телятина. Маложирная свинина. Рыба. Ментай, треска, хекс, судак, окунь, кефаль, форель, семга, скумбрия. Морепродукты. Креветки, кальмары, устрица, морской коктейль, осьминоги, яйца, творог. Жирность у не более 5%. Кисломолочные напитки. Нежирный кефир. Ряженка. Несладкий натуральный йогурт. И обезжиренное молоко. Соевые продукты. Тофу, растительное молоко, соевый гуляш, бабы, чечевица, нут, фасоль, горох. Овощи, сельдерей, огурцы, зеленый горошек, салатные листья, рукола, лук, порей, шпинат, различные виды капусты, свекла, морковь, спаржи, кабачки, баклажаны, помидоры, авокадо, болгарский перец, тыква, грибы, гарнир, гречка, картофель, овсянка, ячменная, ирисовые каши, хлопья и мюсли. Фрукты. Яблоки, апельсины, абрикосы, персики, вишни, черешня, мандарины, киви и ягоды. Ежевика, малина, клубника, смородина. Совместимость продуктов питания в небольших количествах допускаются маложирный сыр, брынза, диетическая моцарелла и нежирный твердый сыр. Сладкие фрукты. Бананы, виноград, картофель и хлеб. Между приемами пищи разрешается употреблять воду и несладкие напитки, морсы, компоты, травяные настои, мятную, лимонную и имбирную воду, отвар шиповника. Употребление чая и кофе допускается, но без сахара и не более 2-3 чашек в день. Полезные масла употребляйте в умеренном количестве. Выбирайте растительные масла, подсолнечное, оливковое, кукурузное, рапсовое и другие. Старайтесь избегать гидрогенизированные масла, они содержат трансжиры, а пониженная жирность не всегда хорошо. Больше жидкости. Не забывайте, что жидкость это не только вода, но и кофе, чай, овощи. Снизьте до минимального количества сладкие напитки, особенно газированные. Это пустые калории, которые не приносят никаких полезных элементов. Ограничьте молоко и молочные продукты, но не отказывайтесь от них полностью. Активность это не всегда спорт. Достаточно увеличить количество шагов до 10 тысяч в день. Заниматься спортом стоит, только если он приносит положительные эмоции, а не изнуряет и вводит в состояние стресса. Такая простая тарелка поможет вам составить грамотное, правильное питание без подсчета калорий. Правила тарелки позволят не беспокоиться за съеденное. Вам не понадобятся кухонные весы и постоянные вычисления калорий. Все быстро и удобно. Как делится одна тарелка? Тарелка, которая подается во время основного приема пищи, делится на 4 части. Первую из этих частей занимают белковые компоненты. Вторую – гарнир из углеводистых продуктов, а оставшиеся – овощи. Масса порций продуктов, которые помещаются на четверть тарелки, составляет не более 100-130 грамм. Метод тарелки можно комбинировать с другими принципами правильного питания. Например, раздельным питанием. В этом случае рацион придется видоизменить, последовательно комбинируя белковые продукты и гарнир с овощами. Соотношение продуктов при этом может поменяться. В один из приемов пищи худеющие могут съесть две части углеводов, а в другой – две части белков. Овощи должны занимать 50% тарелки. Они хорошо заполняют желудок и дают ощущение сытости, что позволяет без ощущения голода сократить калорийность потребляемой пищи. Овощи служат основным источником витаминов и пищевых волокон, которые регулируют скорость метаболизма и функцию кишечника. Чтобы исключить переедание, овощную половину тарелки необходимо съедать до гарнира. Овощи рекомендуется есть сырыми вместе с кожурой или готовить щадящими способами на гриле, в духовке, паре или мультиварке. Жарить их на животных и растительных жирах запрещено. В салат разрешается добавлять небольшое количество оливкового, льняного, тыквенного или кукурузного масла, холодного отжима. Гарнир. Гарнир занимает 25% тарелки, однако допустимо снижение его доли до 20%. В сокращении количества углеводистых продуктов возможно в тех случаях, когда чувство сытости наступило раньше. Чтобы не ограничивать потребление овощей и белковых продуктов, небольшое количество гарнира необходимо оставлять на тарелке, чтобы съесть в последнюю очередь. Порции гарнира может состоять из картофеля, риса, овсяной, ячменной, пшеничной или гречневой каши, макарон, хлеба, несладких хлопьев и бобовых. Для эффективного похудения подходят только некоторые виды хлебобулочных и макаронных изделий. Цельнозерновой, ржаной и отрубной хлеб, сухие цельнозерновые хлебцы, макароны и спагетти из твердых сортов пшеницы. Как и овощи, углеводистые продукты не следует поджаривать. Крупы можно запаривать или замачивать, отваривать в молоке или в воде. Картофель и бобовые варить и запекать. Для снижения гликемического индекса хлеба его рекомендуется предварительно замораживать, а затем подсушивать в тостере. В порции каши, бобов, макаронных изделий или картофеля можно добавлять овощные соусы и небольшое количество жира, растительного или сливочного масла. Белок. Белковые продукты обеспечивают наиболее длительный период сытости и предоставляют организму материал для восстановления и роста мышечных волокон. Порция белков не должна превышать от 120 до 150 грамм, что соответствует 25-30% объему тарелки. Это количество соответствует одному стейку из красной рыбы или говядины, крупной паровой котлете или четверти куриной грудки. Некоторые блюда, например, фаршированные перцы, суп или спагетти с морепродуктами, позволяют сочетать белковые продукты и гарнир, позволяют уменьшить отечность, отслеживать потребление хлеба и кисломолочных напитков. В сутки необходимо употреблять не более 5 тонких ломтиков хлеба и 0,5 литров кефира, ряженки или йогурта. Исключить сладкие перекусы. Употребление чая со сладостями может незаметно увеличить энергетическую ценность рациона от 50 до 100%. Причем большая часть поступивших в организм углеводов за счет быстрой усвояемости превратится в жировые отложения. Чтобы избежать набора веса, следует заменить сладости овощными снеками, фруктами, небольшим количеством гранулы, сухофруктов или орехов. В качестве перекуса также можно выпить стакан кефира или йогурта. Заниматься спортом. Достаточное количество калорий, белков и углеводов в рационе позволяет заниматься любыми видами спорта, без ограничения нагрузок во время диеты. Для похудения рекомендуется сочетать кардионагрузки и силовые упражнения с небольшим весом. Примерное меню на день. Во время диеты одной тарелки рекомендуется есть не чаще 4 раз в день. Перерывы между приемами пищи должны составлять от 3 до 4 часов. Меню на день может быть построен следующим образом. Завтрак. От 30 до 40 грамм зерновых хлопьев. Омлет из крупного яйца и молока. Салат из капусты, огурцов и сладкой кукурузы. Кофе. Обед. 300 грамм овощей с куриной грудкой и картофелем. Салат из помидоров и сладкого перца. Полдник. 200 грамм малины или фруктовый салат из апельсина и киви. Одна чашка несладкого йогурта. Ужин. Овощную рагу, порция риса и кусочек филе. Хека на пару. Между завтраком и обедом допускается небольшой перекус из одного фрукта и 3-4 орехов. Он позволит сохранить нормальный уровень глюкозы в крови и высокую работоспособность. При сильном ночном голоде или большом промежутке времени между ужином и сном рекомендуется выпивать 1 стакан кефира или теплого травяного отвара. С одной чайной ложкой меда. Понравилось видео? Ставь лайк. Обязательно подпишись на канал. До новых встреч, друзья. Субтитры сделал DimaTorzok